Хорошо, добрый день, коллеги! Добрый день, Татьяна Викторовна! Давайте начнём. Давайте проверим качество теперь моего звука и картинки. Если всё хорошо, поставьте мне огонёчек, который слева от чата. И мы сегодня поговорим про театральную деятельность в детском саду. Интереснейшая тема, и тема мне очень приятна, потому что я была когда-то режиссёром детского театра в школе, в частной школе. И это был незабываемый опыт. Я им с удовольствием сегодня делюсь. Начнём. Что же такое театральная деятельность, почему она нам так важна, и почему мы часто занимаемся театральными постановками, сценами, этюдами с нашими ребятами. Очень хорошая цитата. Театральная деятельность — это самый распространённый вид детского творчества. Театральная деятельность близка и понятна ребёнку, лежит в его природе, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатлений из окружающей жизни ребёнку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение. И правда, дети дошкольного возраста, которые чаще всего занимаются игрой, игровой деятельностью, они склонны подражать, и именно таким образом через подражание нам они осваивают окружающий мир. Ну и театральная деятельность, конечно, в этом помогает. Театральная деятельность очень распространённая и очень важная такая вещь, которая помогает нам работать во всех направлениях, таких, например, как эмоциональное развитие, всестороннее развитие речи, развитие гибкости, ловкости, мелкой моторики, совершенствование интеллектуальных способностей, развитие коммуникативных качеств, генерирование идей, радость творчества. Это, наверное, даже самое важное. Продолжение следует... Прошу прощения, связь сегодня не очень хорошая. Видно, слышно ли меня сейчас, уважаемые коллеги? Да, всё, плюсики есть. Всё хорошо, всё. Всё хорошо, я вас вижу и слышу. Вот, то есть много сразу задач мы можем решить через театральную деятельность. Но театр детский, дошкольный, он очень сильно отличается от театра взрослого. И вот чем отличается. Прежде всего, мы ориентируемся на художественную деятельность, то есть обязательно, в отличие, допустим, от студенческих театров, там, где долго-долго учат какие-то сценки, учат, что называется, в себя, да, то для маленьких деток мы обязательно должны театральное какое-то занятие по театральной деятельности завершить спектаклем. Для них это важно. Поэтому любые курсы театрального мастерства, любые театральные кружки в детском саду, они должны быть настроены на конечный продукт. Второе. Это принципиальная нацеленность на рост актерских умений. То есть мы ставим задачу в зоне роста, такую задачу, в которой ребенку должна быть сложна, но не очень сильно. И эту задачу он вполне сможет сделать, если мы поможем ему, ну, совсем чуть-чуть чем-то. Третье. Обучение основам театрального искусства идет одновременно с подготовкой сценок и спектаклей. То есть вот вся теория, без нее все равно никак не обойтись в театральной деятельности. Она как бы вплавлена в работу над ролью, в работу над спектаклем, и все эти виды деятельности, они соединяются. Ну и последнее, как я уже говорила, материал спектакля должен быть чуть-чуть труден его участникам, чтобы они могли в этом спектакле подрастать. Какие формы работы можно использовать? Бывают театральные студии в рамках ДОУМ, и это очень классный вид творчества. Но второе – это обучение театральному мастерству в рамках дополнительных занятий в группе. То есть когда вы берете какие-то факультативные занятия, например, и на них разыгрываете с ребятами театральные сценки. Это может быть спектакль как проект, когда вы работаете целенаправленно, например, создавая спектакль к новогоднему утреннику, или к выпускному утреннику. И спектакль может быть частью утренников, тогда это будет не очень большой спектакль, какая-то небольшая сценка, но все равно она должна быть подготовлена и разучена с ребятами. Какие виды театра мы можем использовать? Здесь у нас полное разнообразие, и мы можем использовать вот что. Например, самое простое – это фланелеграф. То есть у нас есть просто стенд, обтянутый тканью, и на него крепятся фигурки. Фигурки могут сделать сами дети, и вы можете помочь им только в этом. Более современный вариант – это магнитный театр, магнитная доска, на которую прикрепляются фигурки тоже с магнитиками, и ребята передвигают эти фигурки по доске и параллельно озвучивают спектакль. Ну и очень интересная такая вещь – это теневой театр. Для этого нужен экран. В качестве экрана подходит любая светлая ткань, натянутая на основу осветительный прибор и картонные персонажи. Кстати, не только картонные, потому что персонажами могут стать и сами ребята, если ширма достаточно большая. И теневой театр ребята тоже очень сильно любят. Следующий по сложности вид – это настольный театр. Здесь все представление происходит на плоскости стола, и настольный театр может быть, например, картонным и изготовленным из бумаги, либо сделанным своими руками из природных материалов. Это тоже может быть. Ну и настольных театров, вот именно спектакли для настольных театров готовых очень много в продаже. Они стоят совсем недорого. Все это очень доступно. И если у вас есть несколько коробочек с такими спектаклями, то вы можете уже их сочетать между собой и создавать новые сказки. Но опять-таки никто не мешает сделать картонные фигурки персонажей. Это очень удобно. Следующее – это кукольный театр. Здесь уже подразумевается, что актеры подросли, и этот вид театра, он немножечко сложнее. Здесь нужна ширма и набор куколок, либо перчаточных, либо марионеток. Но, как правило, в детских садах играют спектакли с участием перчаточных куколок. Этот вид театра требует умения и ловкости. И здесь уже предполагается полный цикл спектакля. То есть здесь есть и моменты разучивания роли, выразительного чтения и актерской игры, хотя бы даже ручками. Поэтому кукольный театр в самостоятельном исполнении подходит для ребяток старшей и подготовительной группы. Ну и, наконец, театр на сцене – это целый проект, протяжённый во времени. То есть на подготовку уходит 2-3 месяца. И здесь подразумевается также полный цикл создания спектакля. И вот этот театр, он требует от участников множества развитых навыков, таких как сценическая речь, работа с текстом, то есть умение запомнить большой объём информации, разучить роль и потом её выразительно рассказать. А также в дополнение к тексту идёт пластика, жесты и мимика, которые мы тоже разучиваем отдельно, сценическое движение и координация на сцене в пространстве, эмоциональная выразительность, умение участвовать в общей сценической игре и, конечно же, выдержка и смелость, чтобы не забояться и выйти на спектакль перед огромным количеством зрителей. Ну и театральной деятельностью мы можем заниматься на протяжении всего дошкольного детства ребёнка, потому что театр растёт вместе с ребёнком. Первая младшая группа — дети могут выступать в качестве зрителей. Они могут познакомиться с персонажами, подержать их в руках, и таким образом театр, театрализация входит в повседневные занятия. И здесь уже подходят игры театрализации, игры подражания, когда ребята подражают, например, голосам персонажей или их движением. Ну вот в том городе, где я живу, есть театр для малышей, начиная прямо с годовалого возраста. Он называется «Кит», и в этом театре происходят интерактивные спектакли. То есть сцена представляет собой круг, засланный тканью. В этом круге у нас происходит спектакль, а зрители вместе с мамой сидят по бокам этой сцены и могут тоже поучаствовать в спектакле и погладить игрушки, и повзаимодействовать с ними, и даже выйти на сцену и чего-нибудь поделать. Очень замечательная практика, и вы тоже можете её для себя взять. Ну вот как пример театра подражания я вам здесь приготовила стихотворение «Театр зоопарк». Например, мы весенним тёплым днём в зоопарк гулять идём, посмотреть хотим скорее мы на всяческих зверей. И дальше уже педагог изображает разных зверей, а дети подражают их движением. Вот такая вот театральная композиция. Ну и, конечно же, уже в младшей группе доступны музыкальные игры. Такие, например, как «Солнышко и дождик». Нотки вам прилагаю. Ну или там «Кот и мыши» или что-то ещё. Самое главное, что дети будут кого-то изображать, и они будут свои действия совершать, исходя из некой роли. То есть если мышки, то они будут спасаться от кота. Если они, ребятки, под дождём, то они будут бежать под зонтик. Вот. Примерно такие вот игры для первой младшей группы подойдут. Вот здесь ещё вам стихи, для того, чтобы вы могли проводить какие-то театральные сценки. Ну и игры, которые мы все знаем, и которые старайтесь почаще вводить в свою практику. Например, у медведя-боборо, воробьи-вороны, коты-мыши и так далее. И что мы решаем, какие задачи? Научиться имитировать движения животных и развить свою пластику. Научиться носить движения с характером музыки и сюжетом и с помощью голоса передавать голоса разных животных. Вторая младшая группа. Здесь уже мы видим достаточно взросленьких и любопытных деток, которые могут уже быть не только зрителями, но и участниками театральных спектаклей. Важно только выбрать знакомый сюжет для ребёнка и сделать историю достаточно недлинной и динамичной. Например, репка на небольшую группу подойдёт, теремок можно хоть на какую группу, потому что зверей изобразить можно огромное количество разных, мешок с яблоками, муха-цукотуха, в мухе-цукотухе тоже ролей достаточно. Ну вот, всё, вот эти вот сценки можно играть. И здесь уже мы можем вполне себе вводить первые профессиональные термины и знакомить ребят с театральными словами. Например, такими как театр, сцена, зрители, кулисы, спектакль. И также эти слова мы употребляем, когда разучиваем с ними спектакль. Умения ребят тоже становятся более развитыми. Они уже могут подражать повадкам животным и не только, ещё и могут подражать жестам и движениям людей разного возраста и разного пола. Изобразить дедушку, бабушку, ребёночка и так далее. Ребята уже играют достаточно эмоционально и способны, конечно, с вашей помощью использовать и мимику, и жесты. Ну и кроме чтения текста и кроме музыки, они уже могут на сцене изображать действия, которые есть в их повседневной жизни. Ну, в мухе-цокотухе, например, это сцена пиршестров, где все едят и пьют чай. Когда мы муху-цокотуху ставили, мы даже печенюшки настоящие выкладывали артистам. И им было очень здорово. Пришли к мухе-цокотухе, разные мухи наелись печенье, и все довольны. Вот, это у нас вторая младшая группа. Движемся дальше. Средняя группа. Здесь уже мы усложняем сюжеты, потому что дети могут передавать и мимику, и жесты своего героя, и могут уже хорошо работать над ролью. Поэтому можно взять более сложные и динамичные сюжеты, например, «Гуси-лебеди», «Кошкин дом», «Доктор Айболит», «Петушок и бобовое зернышко» и еще сюжеты такого же уровня. И здесь вы уже и можете проговаривать такие слова, как жест, мимика, характер персонажа, настроение, актер, режиссер. И даже можете рассказать про виды театра, музыкальный и драматический. Умение здесь с помощью речи, жестов и мимики передавать характер персонажа и его изменения. То есть здесь уже у нас персонажи становятся динамичными. Они изменяются с течением времени, с течением спектакля, и, например, злодей становится добряком. Дальше мы расширяем вот этот театральный репертуар, и мы уже можем предложить детям и дуэты, и массовые сцены, в которых нужно координировать свои действия с другими участниками спектакля. Ну, это разнообразные битвы или разные танцы, сцены побега или какие-то сцены парадные, парадные шествия. Это всё уже ребята могут передать. Старшая группа. Здесь уже ребята очень взрослые и могут передавать сложные образы. И ребята этого возраста могут уже и изготовить декорации, если вы им покажете, как. Подходящие спектакли. Бременские музыканты. Ну, это на высокий уровень, потому что там много вокала. Ну, сам по себе спектакль хорош. Много ролей, которые можно раздать всем детям. На всю группу разбойников можно сделать. Бесконечное множество горожан, слуг и так далее. Или, например, «Волк и семеро козлят», «Дикие лебеди» и какие-то ещё вот такие сказки. Ну, и здесь уже мы можем говорить про разные виды дуэта. Дуэт ссора, дуэт согласия. Говорим, что есть части спектакля. Здесь могут быть спектакли в нескольких действиях, в нескольких актах. И уже говорим про театральные профессии, такие как режиссёр, сценарист, суфлёр. Говорим про трагедию и комедию. И можно уже рассказать историю театра, прямо начиная с Древней Греции. Умение. Передавать цельный образ своего персонажа в динамике, играть в сюжетах и общих сценах, использовать выразительное сценическое движение и пользоваться реквизитом. Здесь уже реквизита у нас становится много. Подготовительная группа. Здесь уже ребятам важен не только сам спектакль, как действие, сколько смысл этого спектакля. И они очень чувствительны именно к смыслам спектакля. Поэтому мы обращаем внимание на мораль, на образы героев, создаём образы очень тонкие, динамичные, выразительные, цельные. Попробуйте такие варианты, как «Снежная королева». Есть интересный вариант «Золушка». У нас на Урале был такой писатель Владислав Крапивин, наверное, вы его знаете. У него есть повесть «Журавлёнок и молнии», а внутри повести есть вставная сказка «Золушка». Она рассказывает про современных ребят, которые разыгрывают вот этот вот спектакль. Там есть принц, который носится на велике, и «Золушка», который тоже на велике может носиться. Вот, платье она шьёт сама, ну и вообще спектакль такой очень интересный. Я с ребятами его ставила, хорошо получилось. Если детки очень-очень развитые и музыкальные, можете попробовать «Лоскутики облака». Спектакль необычайно зрелищный, очень красивая музыка, но достаточно сложный вокальный материал, который требует музыкальной подготовки. Ну, если это, допустим, детский сад, какой-то связанный с развитием искусства, там, где много музыки, тогда попробуйте, посмотрите «Лоскутики облака», потому что очень-очень красивая музыка. Ну, и здесь уже множество разнообразных новых слов, таких как сценарий, мизансцена, динамика речи, динамика роли, работа режиссёра. И мы уже говорим про то, что есть разные жанры театральные, и умения от ребят требуются такие. Понимать общую драматургию спектакля и координировать с ней свою роль, то есть как меняется настроение всего спектакля и как меняется сам вот герой. Импровизировать, принимать участие в режиссуре спектакля, выстраивать мизансцены, помогать педагогу создавать драматургию, оценивать друг друга, обмениваться опытом и помогать друг другу во время спектаклей и репетиции, потому что спектакли с таким сложным материалом, про который я сейчас рассказала, они требуют и импровизации, и умения друг друга выручать. Ну, а теперь про части актёрского мастерства, про грани актёрского мастерства, которые мы тоже развиваем. И первое, что мы будем развивать, это, конечно, речь, потому что все спектакли, они всё-таки предполагают, что ребёнок будет свою роль проговаривать. И здесь театральная деятельность очень хорошие подспорья для того, чтобы развить выразительную речь ребёнка. Это происходит на протяжении всего дошкольного детства и идёт от первого лепета детей, от первых слов, к очень выразительной речи дошкольников, старших дошкольников. Ну, и для того, чтобы ребёнок мог развивать свою выразительную речь, важно, чтобы он мог и проявлять свои эмоции, чувства, желания, взгляды, не бояться этого. И как раз театральные игры, они очень хорошо помогают. Если подумать, из чего складывается сценическая речь, то мы можем выделить четыре основных компонента. Это дыхание, артикуляция, сила звука и эмоциональность. И когда вы работаете над речью детей, то очень хорошо получается, если вы разделите эти четыре компонента, отработаете все по очереди и потом уже соедините в каком-то интересном материале. Постановка дыхания требует тоже тренировки. И это упражнение не праздное, потому что хорошо поставленное дыхание, оно в принципе пригодится ребёнку и на занятиях у логопеда, и в школе отвечая у доски. Поэтому это тоже важно сделать. Здесь мы учим детей вдыхать через нос, учим задержки дыхания и произнесения речи с опорой на дыхание. Как это происходит? Ну, это то же самое, что в певческом дыхании. То есть мы говорим ребятам, что когда нужно произнести слова громко и выразительно, то лучше сначала сделать вдох. Если вы сейчас одни в комнате, можете это прямо сейчас попробовать. Делаем вдох. Дыхание задерживаем. И вот на раскрытых лёгких начинаем уже говорить, и речь становится очень выразительной. То есть вот это постоянная тренировка, вдох, речь и плавный выдох во время речи либо пения. И вот эти упражнения, они приводят к тому, что ребёнок начинает осознанно управлять своим дыханием. А это очень-очень хорошая практика. По идее, это управление своим телом, потому что управление телом, оно по большей части осуществляется через дыхание. Эмоциональная сторона речи. Это умение передать в речи эмоциональное состояние персонажа. Деткам это поначалу бывает очень сложно. То есть когда берёшь, например, группу старшую или подготовительную, и они театром не занимались, то у них речь, она несколько однообразная. Либо по эмоциям она такая вот полна крайностей. Либо это тихая речь, либо это такая громкая истеричная речь. У меня серединки не бывает. Поэтому начинаем работать целенаправленно. И первый этап — это наблюдение, то есть умение определить эмоциональное состояние человека по его речи. Потом упражнения. То есть просматриваем фильмы, мультики, проговариваем о том, какое эмоциональное состояние у персонажа, и потом угадываем эмоции персонажа и угадываем эмоции друг друга. Есть хорошая театральная игра, когда ребёнок один разыгрывает сценку, он произносит текст с какой-либо эмоцией, а другие ребята должны отгадать, какую эмоцию ребёнок задумал. Вот вам все эмоции. Здесь это можно скачать отдельно и показать детям, потому что ребята обычно не могут назвать, ну вот большой спектр эмоций, радость, грусть, печаль, страх называют, а остальные вот эти вот оттенки эмоций очень редко кто называет много. Но то, когда уже обучаются эмоциям, то начинают и называть, и начинают и определять разные оттенки эмоций. Здесь вам тоже план анализа речи персонажа, то есть когда у нас есть какой-нибудь персонаж, и ребёнок готовится его играть, он уже выучил слова, после этого мы говорим, давай подумаем, какая у твоего персонажа речь. Ну пусть это будет, ну пусть будет Осликиа, например, да, все знают этого персонажа. Какая у него речь? Понятно, что здесь будет голосочек слабый, темп речи замедленный, речь глухая, плачущая, ну какие-то характерные особенности, например, глубокие вздохи и что-нибудь ещё. Или мы возьмём, например, Винни-Пуха, да, роль Винни-Пуха. Здесь понятно, что будет возбуждённая активная речь в быстром темпе, звенящая и характерные особенности, там вот эта медвежья хрипота, она тоже может быть передана ребёнком. Ну и таким образом дети видят, что эмоции, они проявляются через самую-самую разную речь. Ну и упражнения на передачу эмоций тоже, когда работаете над спектаклем, тоже можно делать. Ну, например, угадай эмоцию, я уже рассказала, чтение стихотворения с разными эмоциями, ну и, конечно, уже в непосредственной работе над ролью вы обращаете внимание на эмоции. Дальше. Дикция и артикуляция. Обычно театральные какие-то репетиции, тренировки хорошо начинать со скороговорок, с жужжалки, шумелки и так далее. И скороговорки просить читать по-разному, шёпотом, медленно, быстро, громко, с усилением звука, с ослаблением звука и так далее. Язычок тоже разминается на скороговорках. Жесты и пластика тела. Это тоже понадобится нам, потому что вот сам рисунок роли, есть такое понимание у театралов, он создаётся с помощью тела и движений рук. И жесты и пластика, они не должны противоречить интонациям. Поэтому будет не очень выразительно, когда ребёнок будет играть какого-нибудь яркого, интересного персонажа, а ручки будет держать за спиной или там перед животом, как обычно детки делают. И не сможет каким-то образом своего персонажа отразить. Секундочку. Дальше движемся. Упражнения, какие мы можем дать детям на пластику тела. Вообще они упражнения эти очень любят. И эти упражнения давать важно, потому что в них ребёнок не только разучивает свою роль, но ещё и обучает главному движению. Ну, например, упражнения на напряжение и расслабление. То есть мы предлагаем детям напрячь, а потом расслабить все мышцы тела. Ведущий проверяет, каким образом, как хорошо участники расслабились. Это могут быть невербальные символы, то есть мы вспоминаем разные жесты, да, вот, и дети учатся их передавать. Дальше. Интересная игра, игра в жесты, когда каждый игрок придумывает себе какой-то жест, и игра начинается. Кто-то свой жест показывает, а потом показывает чужой жест. Тот человек, жест которого показали, должен показать свой жест и жест ещё какого-то человека. Если сбились, то начинают сначала. Или вариант, когда детки, которые сбились, выходят из игры и остаются самые внимательные. И интересное упражнение, которое детям тоже нравится, это узнавание героя по походке. Например, ребёнок задумал, что идёт моряк, да, он идёт в развалочку, остальные должны отгадать, кто это. Или, например, идёт маленькая собачка мелкой породы, комнатной, вся семенит, трясётся вся, и детки тоже узнают, кто это может быть. Ну и ещё игра такая, как крокодил, она очень полезна. Один ребёнок загадывает что-то, и он должен с помощью жестов рук показать вот этот предмет. Ну и упражнение на развитие пластики рук, потому что у детей руки трудно от туловища отлепляются, и чем больше волнения, тем они плотнее ручки к туловищу прижимают. Поэтому вот эти упражнения вас тоже выручат. Ну, например, покрасить забор, кисточка, как часть руки, волны разнообразные, потрогать невидимую сцену, это вот стену такая театральная игра традиционная, перетянуть невидимый канат, ну и разные разнообразные другие вещи на эту же тему. Тоже интересная игра, например, собери по частям. То есть у каждого человека есть задание на листочке, другие детки не видят, но ему, например, нужно собрать велосипед, самолёт, вертолёт, лодку и так далее. А зрители уже отгадывают, что происходит. Или гладим животное, то есть каждый гладит какое-то животное, кто-то кошечку, кто-то хомячка, кто-то змею, а ребята угадывают, какое животное гладит участник. Ну вот такие вот разнообразные игры, они вообще хороши для развития коммуникации, ну и для театральных сценок тоже прекрасны. Сценическое движение. Это следующий этап, что здесь мы развиваем. Во-первых, чувство баланса, то есть умение сохранять устойчивую позицию, координацию, то есть здесь уже в сценическом движении, нужно скоординировать речь, мимику, жесты и движения крупных мышц. Чувство скорости, где нужно бежать быстро, где нужно ползти медленно. Чувство инерции и... Так, что со звуком? Кому меня слышно, тот, пожалуйста, поставьте огонёчки. Да, видимо, всё-таки... Всё, спасибо, Татьяна Викторовна, всё хорошо. И чувство напряжения, то есть умение создавать характер роли, либо напрягаясь, либо расслабляясь. И вот здесь активная ссылка на Карпов, книгу «Автор Карпов», «Уроки сценического движения». И там таких упражнений, которые я привела вам в пример, очень-очень много, вы ей можете воспользоваться. Следующая по сложности тема, которую мы должны вот в практике с детьми поработать, это взаимодействие актёров на сцене, это актёрские дуэты. В принципе, это достаточно просто, когда работают два человека, но всё равно. Это уже сложнее, чем просто сольное выступление. И дуэты тоже бывают разных видов. Дуэт согласия, дуэт ссоры, дуэт мнимое согласие, то есть когда все говорят, ага-ага, я с тобой согласен, а на самом деле не согласен. И для каждого из этих дуэтов есть особые инструменты взаимодействия, взгляд, жесты, движения. И здесь вот дуэты очень важно отдельно порепетировать, прямо по дуэтам, чтобы ребята могли скоординировать и речи, жесты и минику. Например, через такие упражнения, упражнения в дуэтах. Я твоё отражение или зеркало, по-другому называют это упражнением. Когда один участник делает какие-то движения, а второй, который стоит к нему лицом, должен точно эти движения повторить. Следующее упражнение. Сочняем историю по слову. Участники по одному слову говорят какую-то историю, соединяя свои слова так, чтобы получился некий сюжет. Очень интересное упражнение, которое я очень люблю давать ребятам, связанное одной нитью. Участников связывают ниточкой за запястье или за пальчики, и один ходит по залу, а второй должен идти за ним так, чтобы ниточка не порвалась. Но у деток неумелых ниточка рвётся обычно на первой минуте. После тренировок уже несколько минут проходит. Ну и чудесное. Смотрите, если у вас неактивная ссылка, тогда вы можете найти по названию в интернете эту книгу и прочитать. Постараюсь проверить. Упражнение «Космос». Когда один участник закрывает глаза, а второй его аккуратненько водит, сопровождает так, чтобы он не наткнулся на предметы, которые есть в этом классе или в этом зале. Следующее. Это постановка мизансцены. То есть, когда мы разучили уже текст со всеми жестами, с мимикой, уже подучили все дуэты, которые у нас будут в спектакле, мы начинаем расставлять мизансцену. То есть, это то, как будут размещены актеры в разные моменты исполнения пьесы, где они будут стоять. И это тоже очень важно, потому что любая мизансцена, она должна быть оправдана. И через постановку героя в пространстве мы можем тоже передавать динамику пьесы. И любое поворот действия, то есть любое изменение в спектакле, оно всегда сопровождается сменой мизансцены. Вот какие могут быть мизансцены. Круговая – это в театральных сценках младших групп допустимо, то есть, когда дети вводят хоровод, потому что круговая мизансцена, она для деток понятна и привычна, но она со стороны зрителей не очень выигрышная, потому что не всегда лица попадают кадр, что называется. Детки отворачиваются от зрителей, и это не очень хорошо смотрится. Полукруг смотрится гораздо интереснее. Это вот картинка внизу, с левым, обратите внимание. И когда вы выстраиваете детей на какие-то массовые сцены, лучше делать именно полукруг, а не линейку, потому что полукруг гораздо динамичнее. Вот вы здесь на картинке видите, что он не плоский, там видно пространство трёхмерное и выглядит гораздо интереснее. Диагональное тоже. Если у вас какое-то действие происходит на сцене, то лучше его не сзади, как бы издалека вблизь продвигать, а по диагонали. Вот попробуйте, если вы какой-то спектакль готовите, или просто дети танцуют танец, и они двигаются по сцене, попросите их подвигаться по диагонали, и вы увидите, насколько изменится характер сцены. В диагональной сцене развиваются какие-то массовые разнообразные сюжеты. Здесь всё про битвы, про шествия, про строительство, про всё, про всё, про всё. Ну и фронтальная, вот где у нас сцена в линейку пригодится, это выход на поклон, когда все выстраиваются в линейку, всех видно, все кланяются и срывают бурю аплодисментов. Поэтому про мизансцены тоже думайте. Ну и мы с ребятами обговаривали каждую мизансцену, и они сами себя расставляли в пространстве, смотрели, как будет лучше, и потом уже старались мизансцены соблюдать. Это очень-очень оживляет спектакль. Ну и использование сценического пространства тоже не бойтесь делать несколько планов. Обратите внимание, здесь, конечно, не детки, а взрослые, но мы видим практически идеальное использование сценического пространства. Во-первых, здесь есть глубина такая очень мощная, здесь мы видим, насколько большая вот эта комната, где происходит событие. Во-вторых, здесь нет монотонности, но есть некая такая завершенность. То есть у нас у этой сцены есть краешки, левый, правый, да, дамы сидящие показывают. У нас эта сцена разная по высоте, кто-то сидит, кто-то стоит. Ну и в принципе она построена по принципу золотого сечения, ну то есть чтобы не утомлять длинными расчетами, просто вот здесь вот схему золотого сечения я провожу. И самое простое толкование схемы золотого сечения в том, что у нас не должно быть симметричных сцен. Они должны быть немножечко отклонены либо вправо, либо влево, вот, и тогда сцена будет смотреться гораздо интереснее. Вот это по поводу мизансцены. Ну и теперь, как создается спектакль, этапы создания спектакля и работы с детьми. Первое – это замысел, и вы обязательно его обсуждаете со всеми участниками процесса. Каким образом? Сначала читаем пьесу вслух, выделяем основные мысли, выделяем эпизоды и обсуждаем пьесу, и распределяем роли. На этом этапе возникает обычно проблема, кто будет играть Баба-Ягу, чертей и прочих плохих персонажей, от которых все отказываются. Все же, конечно, хотят играть принцесс, принцев, и мало кто хочет играть нехороших героев. Поэтому проговариваем, что отрицательного героя может сыграть только по-настоящему хороший артист, и он должен его сыграть так, чтобы это был воспитательный эффект, и никто не хотел подражать. Ну и любые спектакли, я честно перекраивала, переделала таким образом, что отрицательный герой в конце исправляется, его принимают в дружно-теплой компанию. Но только так. Вот, роли распределили. Следующий этап — это разучивание ролей и этюдные пробы. То есть мы разучиваем и с детьми занимаемся несколько раз. Первое — это разучивание текста, когда текст готов, присоединяем мимику и жесты, когда текст с мимикой и жестами разучен, уже расставляем детей в мизансценах. После этого репетиции в выгородке, то есть либо в группе, либо в классе, либо в зале, который уже будет примерно такой же, как сцена спектакля. Дальше — репетиции на самой сцене. И вот здесь очень важно провести репетиции с реальными декорациями, костюмами и реквизитом. Это, правда, очень важно, потому что бывает так, что детки играли хорошо, вот прямо-таки отлично, потом им на сам спектакль уже, даже не на генеральную репетицию, на спектакль, мамы принесли сложные костюмы, которые сковывают движение, и что-то там еще отрывается все время, или колят куда-то, выдали какие-нибудь сабли, корзинки, что-то еще, и дети потерялись абсолютно на сцене, потому что работать с реквизитом тоже нужно учиться. Поэтому с реквизитом и в костюмах должно быть несколько репетиций. Несколько прогонных репетиций — это сцена, свет, звук и минимальное вмешательство режиссера. Здесь тоже есть проблема, потому что, когда несколько прогонов делаем, то новизна, ощущения притупляются, и детям становится скучно играть. Поэтому здесь на каждый прогон нужно ставить свою какую-то задачу в начале прогона, и потом с ребятами обговаривать получилось, либо нет. Ну и, наконец, генеральная репетиция и премьера. На генеральную репетицию лучше посадить зрителей. То есть находим нянечку, какую-нибудь прибегавшую мимо, или ребят из другой группы, и они смотрят этот спектакль, потому что без зрителей — это одно, а со зрителями — совершенно другое. Вот. Ну и потом уже премьера, которая должна быть обставлена очень празднично, с огромным количеством родителей, с афишами, с билетами, с чем хотите, но для детей это должно быть праздником и большим событием. Ну и жизнь спектакля после премьеры — это тоже очень важно, потому что всегда жалко хорошие спектакли, которые были сыграны один раз и потом забыты. Его лучше сыграть, ну, от трех до пяти раз в зависимости от группы. И здесь можно показать в других детских садах какой-то благотворительный спектакль сделать в пользу, ну, там, деток, которые живут без родителей, свозить на какой-нибудь конкурс, может быть, снять видео, может быть, что-то еще, но несколько раз повторите. А вот когда остановиться, подскажут сами дети. Когда им становится играть скучно, они уже играют на автомате, что называется, уже спектакль можно подзабыть немножечко и заниматься новым спектаклем. Вот примерно такую жизнь проживает детский спектакль. И теперь еще несколько проблем, которые у нас возникают. Вот про отрицательного персонажа я рассказала уже. Еще может быть проблема, и она очень часто бывает, это проблема распределения главных ролей. Все хотят быть принцессами. И тут бывают у нас и слезы, бывают и обиды. Кто-то говорит, если не принцесса, то все, я из спектакля выхожу, и что с этим делать, обычно не очень понятно. Какие могут быть решения? Несколько дублерских составов. То есть, когда ребенок учит параллельно, допустим, роль принцессы и роль массовки, образно говоря, да. И вот, когда прогоны спектакля, когда показы идут, то играет, допустим, один состав, одна девочка играет принцессу, в другом спектакле вторая девочка играет принцессу, и таким образом нету обиженных. Второе. Очень важно выбрать спектакль под конкретный состав воспитанников или его скорректировать. Как спектакли корректируются? То есть, первое и самое простое решение – это увеличивается количество ролей в массовке. То есть, мух, мухи, цокотухи, ну, всяких там блошек, бабочек, жуков и паучков, их может быть по многу. И тут у нас уже все заняты ролями. Можем увеличивать количество слог и так далее. Либо мы корректируем спектакль и вводим дополнительных персонажей. Вот. Я, когда работала режиссером, мне приходилось спектакли делать прямо вот под группы, под определенных детей, и там всяко было, и сочиняла сама спектакль, и музыку писала. То есть, так, чтобы дети были счастливы, довольны, и могли себя проявить в этом спектакле. Вот. Ну и, да, играем главные роли по очереди. И можно даже детей с более скромными данными выводить в каких-то повторах спектаклей. Например, когда вы играете не для родителей, а для младшей группы. Вот так, чтобы ребенок тоже мог поиграть. У нас в группах есть детки с особенностями, наверное, тоже у всех есть. Вот. Это тоже были проблемы, и у нас также был спектакль, который мне приходилось адаптировать. В этом спектакле была прихрамывающая принцесса. Мы прям сюжет про это создавали. Вот. Вот и принцесса наша играла. Теперь принцесса уже сама педагог, помогает деткам с ОВЗ. Вот. Была шикарная роль бабы-яги, и шикарная роль была пирата для мальчишки, который был с протезом и с костылем. Ну вот он просто шикарный был пират. Прям настоящий. Ему аплодировали стоя, что называется. Ну вот. Поэтому здесь нам важно не спектакль, а дети все-таки. Мы работаем под детей. Следующее. Это стеснение и боязнь публичных выступлений. Вот страшно выходить на сцену. Какие здесь могут быть решения? То есть это, вот если совсем страшно, тогда это звукорежиссер, который там на бубне играет, там или изображает шум дождя или что-то еще. Если менее страшно, тогда это роль в массовке без слов. Ну это вот солдаты разнообразные, лебеди, животные и прочее. И обязательно создаем ситуацию успеха. То есть даже если был последним солдатом в этом строю, то все равно выходишь, кланяешься и получаешь свой подарок. Вот. Про суфлеры осветители шумовой оркестр сказала. Ну и еще можно использовать виды театра, где ребенок спрятан от зрительного зала. Мы тоже под особо боящуюся барышню делали одну роль. Ну то есть был спектакль такой полномасштабный, с актерами, с живыми. А для девочки, которая была скромненькой, мы делали роль за ширмой, и она играла куклой. Тоже почему бы и нет. В принципе смешение жанров у нас сейчас во всем приветствуется, и во взрослом театре тоже. Так. Отдельная беда – это взаимодействие с родителями, потому что родители больше детей увлекаются спектаклями, и здесь у них обычно бывают слишком высокие ожидания, то есть они детей просто-таки накручивают, чтобы было все прекрасно, и плохо, когда накручивают перед спектаклем, перед самим, и дети потом расстраиваются. Поэтому вот таких вот родителей, которые, ну вот прям хотят, чтобы все было замечательно, их просто привлекайте в работу, пусть делают костюмы, декорации, что-то еще. И активные мамочки, они обычно очень хорошие помощники. Я вспоминаю наши костюмы, и шикарнейшие декорации, которые они рисовали, это здорово. И да, заранее обговариваем правила поведения на детских спектаклях. Правила стеклянной стены для мам вводим, то есть между спектаклем и зрительным залом стеклянная стена, мы ничего не говорим, никакие реплики не бросаем, текст ребенку не подсказываем. Это и есть педагог-суфлер. Вот, запрещаем реплики из зала и обговариваем условия фото- и видеосъемки, потому что бывает так, что все снимают видео, и никто не смотрит на бедных детей. Вот, тоже хороший вариант, если один какой-нибудь талантливый родитель делает видеосъемку, да, ему дают место для камеры, и он снимает спектакль, а потом он просто раздает вот это видео всем другим родителям. Ну и вот, про жизнь спектакля после самого спектакля я вам уже рассказала. Ну и для тех, кто всерьез увлечется этим делом, еще и список литературы, вот такой вот, где вы можете прочитать побольше и узнать побольше про детские театральные спектакли. Ну и на этом все. У нас есть время на то, чтобы вы могли задать вопросы, и я готова на них ответить. Спрашивайте, задавайте. Спасибо вам, что были, как обычно. Если вопросов нет, тогда я передаю слово Татьяне Викторовне. Презентацию можно будет получить. Все, я вопросы не вижу, поэтому останавливаю трансляцию. Спасибо вам огромное. Спасибо за отзывы. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok